Ладно. Мог бы подержать в этом моменте? Я же все-таки на Империю поставлю. Ну, слушай, я все-таки патриот тоже. А тут у нас Найт Сталкер появляется. Ну, Мау вообще тоже летают? Да, не лучше тоже авиакомпания, но всяко лучше Белави. Не сказал бы. Все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Итак, драфты на экранах. Кому отдаем предпочтение? Ну, мы-то с Артуром понятно, а вот ты... Конечно, конечно, Empire. 25-30 минут. Легкая игра. Тогда мы с Богданом ставим на Империю. Да, конечно. Артур ставит на Немигу. Будем смотреть 2-2. И, возможно, нас ожидает очередное полное Best of 5 противостояние. А еще, возможно, послушаем историю от Баффика. Именно. Этого и хотелось бы послушать. Буффика ждем, конечно. А также не забывайте, друзья... Тусик вещай. А также, друзья, не забывайте о том, что наш партнер подготовил специальный депозит при регистрации с промокодом RADIANT на нашем турнире. Регистрируйтесь. Все ссылки находятся под стримом, в описании. Ну, а мы передаем слово Баффику и Фоливеру. Да, Богдан продолжает играть с огнем. Действительно, видно, что парень не бережет свою карьеру киберспортивную и личность свою в интернете. Ох, Богдан, нарываешься, нарываешься, бедняга. Мы еще поговорим потом об этом. Может быть, какую-то историю мы и вскроем. Действительно, у нас все идет к тому, что Империя может закрыть этот финал. Очень хорошо они надрафтили. Видно, что сделаны были выводы. Бан Магнуса, опять же, можно учитывать во всей этой истории. Мне понравилось, что они подошли, наверное, более по-своему к этому драфту. И Пангольер, видимо, для Кодоса будет. Видимо. Потому что на Исталкер закрывающий ожидается лично для меня воплэн. Я не видел просто, кто разобрал. Да, Кодос идет. Ну, это просто стандарт для Имперцев, то, что Кодос ходит вот так на Пангольере в центр. И Кодос на нем очень хорош. Вот правда. За кем я не наблюдаю, на Пангольере мне Кодос нравится больше всех в центре. Пока что. Не знаю, к чему эта пятерочка была от Фишмана. Говорит, парни, гу пятую. Четвертая что-то, ну вот, не нравится нам. Так, ну есть на Исталкер. Классный у вас пик, тем не менее. Почему могу объяснить. Хотя бы потому, что серьезный контроль является большей частью этих героев. С ныне работающим сайленсом по схеме, когда он работает в области вокруг персонажа. Это очень клево. И если этот герой как раз заведется неким даггером, что в некоторых моментах является вполне актуальным, то проблемы огромные могут возникнуть у пака, и просто по ходу игры его удастся перекрыть. Напомню, Юл не помогает от Сайленса в данном случае, и это все еще будет давать шансы расправляться с данным героем. По Флексим предлагает. Вот ребята, я не против. Тут уже аналитики успели нафлекситься, и в свою очередь я тоже готов. Ты видел эти скриншоты из чата про Флекс, да? Нет, не особо. Ты посмотри там на нашем любимом сайте. Ну я обязательно к Галиану. Там выкладывали. Там очень неплохо. А, хотя стоп, видел, да. Видел, сегодня еще предлагали счетчик Флекса добавить. Да, да, да. Да, вот я тоже, кстати, за эту идею, но сказали, что пока вот... То есть это очень непросто. Интересно, что стоит обсервер как раз от имперцев на сложной линии для блокировки как раз большого лагеря, чтобы там не стакал Титан. И они отправляют Нейт Сталкера стоять в легкую линию, тем самым ставят реплу в сложную. Такое империя любит. Насколько Нейт Сталкер в соло там протерпит? Ну против пака, я думаю, проблем нет, да? А вот против парочки героев это уже загадка. Я думаю, что стянуть Титана, возможно, и придется, учитывая эту не самую простую линию. Давай немного с другой стороны зайдем. Давай. Пока отойдем от линии. И в целом, если взять в расчет противостояния на миде, где находится Манки Кинг против Пангольера, стоит ли ждать нам также победы в одну калитку одного из данных персонажей, таким образом другого выключенного персонажа из игры, который будет попросту... Очень маловероятно. Я думаю, что МК в любом случае должен больше фармить. Это априори. Большая проблема, мы всегда об этом говорим. Это лейнинг-фаза для Пангольера. Но тем не менее, если Лаки Шот будет прокать хорошо, вот второй уровень он получит, начнет потихоньку спамить, я думаю, и с Вэшбакл, то где-то даже можно и по крипам пытаться размениваться. Но линия определенно тяжелая для Пангольера. То есть тут, как ни крути, Манки Кинг еще и герой такой убийственный. Он может и выскочить на тебя, настакать и убить. Но с другой стороны, я же говорю, с Вэшбакл, во-первых, есть, чтобы уходить. Во-вторых, Лаки Шот. Если будет прокать, то все будет окей. Другое ограничение, накладываемое на игру, это то, что Фантомка без Магнуса, нет Эмпауэра, есть необходимость собирать Баттлфурии, вероятнее всего, так и произойдет. И от этого сам по себе Танфедры становится он гораздо более медленным, что дает возможность уже полноценно и всем героям Империи держать себя в строю, а Куром, конечно, набирать слоты и фармить. Если взять в расчет нижнюю линию, то он и Сталкер очень плотный персонаж, с ним очень непросто справиться, даже находясь в дабле. Мне кажется, что... Очень много урона будет у Астрала сейчас, извини. Ну-ну, продолжай, в дабле. Так вот. То есть я не вижу вариантов, при которых Саппорт, находясь на нижней линии, будет помогать что-то делать на Инсталкеру, именно поэтому Элдорстон стягивается на топ, и у нас три пла образуются, против три плаи. Форма потрачена была в целом сейчас, я не могу сказать, что благодаря этой форме погоняли знатно героев. Больше на фарм, да, наверное, ориентированно так получилось, и немного фишманы сейчас побьют. ДД, кстати, находит Манки Кинг, подпушив центральную линию. Какое-то преимущество сейчас получит по-любому. Ну и совсем не сладко будет Кодосу против ДДМК. Sunlight тут доминирует, насколько это возможно. Посмотри на Крипстат. 14-13, сумасшествие. У Пангольера 5 на 0. Да, отличное начало для Манки Кинга, и вот Пангольер. Ну тут МК будет все, что хочешь иметь в этой игре. И, возможно, мне показалось, но у Пангольера уровень 2, у Манки Кинга 4. Да-да, так и есть. Это тоже накладывает свои ограничения. И что дальше делать? Панголеру искать удачи. Кстати, я его дождался 2-го уровня. Есть Шейклсы, Инксвел на фиш на нападение. Очень попахивает Фернсбладом. В исполнении команды Empire Reflection, и Фернсблад забирает Блокархангел. Empire начинает с ФБ, Элдор Титан, правда, выходит в размены, забирает Шамана. У него было под 90 урона, этого хватает, и, возможно, будет погоня за Блокархангелом. Стики свои, Гримстрок съел. Пантонка не намерена его отпускать. Астрал Спирит, Кастомп, Дайгер, и, в общем, второй ли это фраг для Немиги. Хочется сказать, что да, и... Слушай, Элдор Титан. Шейклсы, его ловят, фласку съедает Гримстрок. На развороте сами начинают гнать, Астрала вешает Синксвел, фраг могут попользовать Дриму. Нет, достается он Гримстроку, но погоня себя не оправдала. И, слушай, я смотрю, Пак очень агрессивно играет и доставляет хлопоты Найт Сталкеру. Найт Сталкер, вначале его немного подразмяли, он немного потерял там ресурсов. Надо как-то себе салву принести, потому что против Пака тяжеловато. Он постоянно просто харассит. Он может стоять на Найт Сталкер вблизи, даже воевать и крипов бить. Надо постоянно просто двигаться, потому что Пак будет харассить из атаки в атаку. Опять попадение через Шейклсы. Начался Инксвел, пытается топнуть Одер Титан, удается, но и срабатывает вроде как Инксвел. Но, правда, прыжок на Гримстроку с успехом, соответствующим убийство, зарабатывает Зитракс. И тут уже других опций убивать кого-либо еще пока нет. Да, я просто смотрю на Крипстат, понимаю, что все здорово складывается для Немиги. Начало хорошее, очень у Пака все здорово. У Манки Кинга тоже Фантомка, да, не фармит. Но тут постоянно происходят какие-то размены, сражения. Где-то какой-то ассист, где-то и фраг достается этому герою. Поэтому отставание по Крипстату можно таким образом компенсировать. Ну, знаешь, гляжу я на Крипстат Пака. Пока действительно все получается у него получше, чем у Нейсталкеров. Два раза перефарм наблюдается. Саюша оглушили. Саюша собирает Зитракс. Но драка продолжается. Дрима стреливается от Фишмана. Фишмана скрывается. Прогоняют Дрима. Завитает клинок еще один от Фантомки. Она прыгает за Дримом. Тут, я так понимаю, Стиги прожал, совершенно верно. И больше убийств здесь не будет. Ну, вот неоднозначная линия. Аниме не в этой драке. Я в целом такие не особо люблю. Одна команда может сделать фраг себе, позволит другая. Это ни к чему не приводит. Такое ощущение, что в один момент одна из команд попросту, знаешь, сдастся. И попробует линии перестроить, чтобы хоть... Одна из... Ну, вот вариаций с коргероями фарм получать. Начала. Напали на Бейна снова. Сделали фраг. Получилось, как и прежде. Ну, три, кстати, баунти для Немиги, я скажу. Та же там пак внизу обе забрал. Вверху одну Немига забрала. Маден. Разменивается по хп с Чаузен Ланом. Тут, кстати, уже может быть опасно, потому что время ночное. В ночное время тот герой куда опаснее. Ну, там Сайленса пока не было вообще. То есть там была пассивная способность, насколько я понимаю. Он, кстати, гонит дальше. Войд нажал. Ну, Сайленс, да. Сайленс на старте тут тяжело взять, потому что ты хочешь быть посильнее, половче в ночное время благодаря пассивке. Ну, и плюс Войд, естественно, тоже становится хорошим нюком в ночное время. Ну, вот смотрим за этим противостоянием. Пака против Найт Сталкера. Крепыми шаппер. Его уже начал проигрывать, но Пак ушел в другую сторону Сорбы. На топе ее сражение. Фишмана могут добить Тирблэйда. По идее, хватит одного удара. И нет, я ошибаюсь, но Гримстрок добивает той персонажа. Ангел бы стал. Союж, правда, разменивают. Зитрокс немного пострадал. В целом он в порядке. Такой вот Махач без правил. Бои без правил. Да, не писан кодекс. Абсолютно. На центре по-прежнему доминирует Манки Кинг. И даже доминация не совсем то слово. То есть уровень уже шестой. Хотя вот, к сожалению, Манки Кингу не дает огромного буса. Наличие шестого уровня. Он часто очень свои способности тратит на другие скиллпойнты. И, вероятно, здесь так и произошло. Тритенции я видел. Ну, он просто не подпускает. Смотри, он просто не подпускает в центр Пангальера. Тут только может бить крипов, либо даже получать нормальный опыт, когда находится под своей башней. А МК, посмотри, он не пушит линию. Он контролит ее максимально и держит ее у себя под возвышенностью на миде. Подойди к нему, сразу получишь урон, сразу отступай. Да. Очень странное место для смерти. Да, сопроводил Фишман Мадена. Забирает его. Видимо, там либо попытка суицида была, либо просто погоня. Сложно сказать. Дрим. Метаморфозис. Прожал. Начинается пушти родинвышки вверху. Союз на себя крипов сагрил. Чоузен Ван прилетает, хорошо раскастовывает Дрим. Неприятности у него. Зитракс бьет. Но урона более чем достаточно. Блэк Архангел следующий. Да, мы должны ловить саппорта. Хотя Нейт Сталкер притягивается на топ вместе с паком по аналогии. Вот он, наверное, фраг забирает Зитракс. Снимает с него стрик. Блэк Архангел так забирает пака. И, слушай, здесь еще два саппорта. Под вышкой, что ли, гнаться будут? Да, Эзер Шок. Хекс потрачен. Есть текостом. Под вышкой оказывается Нейт Сталкер. Вышка агрится Грим Строком. Но у Нейт Сталкера проблемы с маной. Хотя стики. Может быть, этого хватит, чтобы Свайда добить Элдор Титана. И должно получить Зитракс. Возвращается из таверны на топ-линию. И, может быть, Саюша смогут здесь с фишменом забрать вместе. Но драка имени Мадена, конечно. Она еще не окончена. Догоняют Саюша. Тоже уничтожают. Супер Телепорт. Своевременное перемещение от Нейт Сталкера. Помогает выиграть эту передрягу команде Эмпайр. Данные коэффициенты. 1хбет 1.48. Эмпайр 2.62. Немега здесь уже хотя бы объясняется тем, что это Бестов 5. И это четвертая карта. Третью, кто вдруг забыл, выигрывал. Немега. И сейчас старт у них довольно неплохой. Даже, я бы сказал, бодрый. И все может закончиться тем, что и вторую карту смогут воевать в этой серии Немега. Посмотри, насколько общая ценность Манки Кинга отличается от любого другого героя на этой карте. Это шок. Да, фактически двукратное преимущество. Дрим под Сайленцем. Помогает Гримстрок собственным Сайленцем. Вешается Инксвелл. Чозануан спасет ли его здесь что-нибудь? Нет, срабатывает. Инксвелл. Хватает строку фейта. Да и ударов с руки от Террблэй тоже достаточно. Хорошо, Террблэй поднимается понемногу. Уже догоняет Фантомку. И опять, слушай, Манг пытается напасть на топе на па. Через Сайленц. Сайленц работает. Тут рядом Пангольер был. Свежбакова. Кастомб. Найт Сталкера. Погоню приостановили. Перетяжка от тиммейтов. Да, Манки Кинг. Хочет, видимо, дать бандлстрак, но здесь Пангольер катается на ультимейте, но понимает, что уже сделать ничего вероятно не сможет, хотя даст шанс на спасение Найт Сталкеру. Манки Кинг, прыжок на угроунд. Замедление, хотя совсем мелочное. И Хекс. Еще и дизарм не прок, но тем не менее, Мадденк живет, Кодос помог. Хорошо, имперцы устояли, фармит в центре. Все это время Блэк Архангел, шестой уровень близится. Десятая минута. Баунти руны. Внизу попытается забрать их Террор Блэй, как я понимаю. Хотя бы одну из. Возможно, тоже будет какое-то сражение. Фишман против Архангела. Из кровопролития обошлось. Ну, тут десятая минута. Сейчас опять война за баунти руны начнется, плюс еще дефолтные руны могут появиться. Может быть, к этому все шло в сражении между Бэйном, Гримстроком. Вот заход. Это здесь на их сталке. Прожимает ультимейт. И получается он. Нажимает Саленс. Два героя попадают под его действия. Фишмена можно забирать. Он уже поделать ничего не сможет. Хотя бондовый страйк от Манки Кинга. Костом, слушай, крит. И умирает Мадден. Так, Кодоса тоже гнать можно. Стики съедает. Находится под шелд крэшем. Идет к алтарю. Он недоступен. Ловит еще один даггер. Фишбакла прыгает у нас за текстуру. Ближе к своей вышке. И таким образом спасает свою жизнь. Но агрессивная игра Немиги. Вот они просто агрессоры. Но при этом ТБ фармит. ТБ фармит в нижней части карты. Пак пришел ему мешать. И все правильно. Вышки не падают. Вроде Немига владеет инициативой. Вроде экономическое преимущество есть. А вышки стоят. Пуш тут, конечно, плохой. И это мягко говоря. Да, ну вот знаешь, фармит террор бой. Он в прошлой игре, впрочем, фармил неплохо. Если сравнивать с его тиммейтами. Я уже начал там рассказывать. Такие злостные истории. Что вот хорошая драка. Сандр, рефлекшн. Все закончилось тем, что он просто инста умер. После эпохи Блокинг Бара не успел его поражать. И драка была проиграна. Более того, начался и подсыпаться хайграунд. Потом мы помним, что произошло. Да, был РП. Там неоднозначное получилось сражение. Магнус вступил в игру. Манки Кинг тоже неплохо очень себя зарекомендовал. Который был по сторону Эмпайр. Здесь у Террор Блейда 2 героя есть, которые могут забегать вперед. Создавать ему пространство в драке. То есть он мог стоять, атаковать как-то вальяжно. Чувствовать себя, передвигаться. В прошлой игре такого явно не было. Там странная немного история сложилась. С имперцами. Здесь должно быть немного попроще. Вот он застрял. В артах. Выпусти меня, кричит. И это первая вышка, которую снесут Эмпайр. Сами же не потеряли пока ни одной вышки. Но снизу... На Гримстролка нападают. Паксис также. И Арбойчос Ван убивает блокер Хангела. И вышку тоже пытаться будут сейчас забирать. Не мига. Всё получится. Я верю. Я в это верю. Тирадин в центре. Там тоже какая-то активность от Кодоса. Он просто отпушил. Он что-то себе несёт. Видимо, Дживелин. Похоже на это. Но ТБ пока не так уж и много имеет ПТ. В Рейсбэн, Стики. Только-только Яшин начинает появляться. Да, Манки Кинг по-прежнему вне зоны досягаемости для большей части героев. Он купил себе Мидас. Что там дальше у нас по плану обычно вырисовывается? Дифуза. Порой Блэкинг, Барр. Дифуза, может быть, Сабля, может быть. Но с Мидасом, ну, не факт, что... Та же Сабля там нужна в этой истории. Да, Атак Спикен свой получил. Деньги у него тоже есть возможность зарабатывать. Хочется уже что-то более глобальное, более полезное. Вообще неплохо. Мне всегда нравится. Даже после Мидаса мне нравится Сабля на МК. Не знаю. Быстро стакаешь, ты сразу получаешь два. Легко. Да, согласен. Немного уплотняешься с маной проблемой. Хотя у Манкинга обычно и не возникает с ней проблемы. Но это просто приятный бонус. Вот такой вот поворот. Не туда и 4000 золота уже проигрывают Эмпайр. Сейчас, смотри, сейчас не на руку драться имперцам. Не ночное время, только при активации ультимейтной сталкера. Как-то можно его пробовать воевать. Но это, опять же, скоротечные вещи. Но это не под смоком. Как раз под ультимейт мадена, возможно, хотят выйти. Центр вард стоит. Видят там зеленого. А тут также смок. Слушай, просто команды мимо друг друга пролетают. Нажимается ультимейтной сталкера. Разошлись как море кораблей. На центре должны забрать быстро Астрала. Добивает его Пангальер. Инксвелл и также есть Солбин. Связка отличная по двоим. Срабатывает Инксвелл. Санвайта есть шанс забрать. И в итоге Пангальер закатывается очень удачно. Доволкил для Котеса. Тут Дримкоилл от Пака. И стоит Котес на месте. Но разбирает сейчас у Ваном. Убивая также Пака. Финсгрипп от Бэйна. Да, по Союзу. Но а смысл-то от этого? Какой фишмана также наказывает Импайра? Это четыре фрага. Два из которых достаются Найтсталкера. Как же не повезло Немиге. Если бы это все происходило секунды на 3-4 раньше, то они бы встретились. И возможно ганг-центр бы не состоялся вовсе. Но Немига разошлась. Как я сказал, как море корабли. С Империей. Имперцы за гангали центральную. Потом подловили еще и МК прыгающего рядом. Очень просто все для них получилось. Идеальная драка. Идеально подобранный момент. И плюс еще на 15-й сейчас начнется ночь. То есть использовали Dark Ascension. И можно спокойно теперь воевать в ночное время. Из неприятного то, что 2000 золота проиграли в сражении. И также потеряли Т1 вышку. Из приятного то, что ПА не умирала. ПА продолжала фармить. Ее на Торстах уже стабильно растет. И уверенно идет к глобальным артефактам. Вероятно после Battle Fury. Хотя смотри. 2000 золота. 2300. Демонедж купит Зитракс. Но еще какое-то время понадобится, чтобы закончить Battle Fury. Минута 18-ая. И вот еще 4 может быть за это время. До появления в Battle Fury какой-нибудь ганг. Попробует снова организовать Empire. И все это, кстати, так же происходило, насколько я помню, без Terror Blade. Так и есть. Так что здесь очень даже получилось ровно. Причем смотри. Terror Blade, видимо, подключается к команде. И они хотят прожать уже такой более глобальный смоу. Что, 3 для Немиги получается в баунте, верно? Нет, одну, по-моему. Нет, нет, 3 для Немиги. 3 для Немиги. Немига. Думал, что одну внизу мог забрать Нейт Сталкер, но нет. Там был парень половчей. Кстати, он Нейт Сталкере. Атака пака планируется. Нейт Сталкер заходит снизу. На него. Есть Сайленс. Пак пытается улететь. После увиденного Войда. Тут, как тут, кодосно урона недостаточно. Эх, Войд, Войд. Ну вот, Бангольер иногда, знаешь, собирает себе Юл. Ну, в некоторых ситуациях. Здесь, кстати, пак есть, который, вот, может быть, стал бы проблемой. Здесь неплохо Юл. Во-первых, и подконтролить больше в драке. Можно какую-то определенную цель. Использовать комбинацию с Юлом. То есть, 3 оглушения там получается в общей сложности. Или сбить каст, например, Бэйна, как вариант, да, подстановить там Манкинга. Действительно, здесь Юл неплох. Но я не знаю, какие вообще у него артефакты пока планируются. Может, это просто будет общекомандный. Например, собрать тот же Кримзон. Это не ошибка в этой игре. Далеко. Тоже очень полезная штука будет. Да, пожалуй, может пойти и таким путем. Может, Гривсы попробовать собрать на команду. Да, тоже Гривзы хорошо. Но Гривзы дорогостоящие очень артефакты. А, ну, видимо, у него пока Аркейн Бутс и Мэйл Шторм появился. Ну, вот, даст это тоже. Скорость фарма некую. Да и со Свишбак вам тоже поприятнее будет обращаться с эннами. Ну и смотри, игра приостанавливается. Сражений больше нет. И в плане фарма продолжает. Манкинг с Мидосом у нас лидировать. Паркомка продолжает фармить. Да, он бежит Кейн Бут, кстати. Он только ботинка. Ага, даже так. И Сталкер думает так же Мидос купить. Видимо, уже несет Сибири Цент. Так, ну и вот, объектом интереса является один снизу. Но и Сталкер нас отгоняет. Фишмана ставится по квардов. Тут еще есть Пангольер. А еще есть кто-то, наверное, вне кадра. А это Гримм Стролка. Да, и вышка с легкостью была снесена. А вот и Мидос. Ну что ж, как минимум, будет получаться нивелировать вот эту вот разницу во вражеских Мидосах скорости фарма. Я думаю, держаться на плаву. А может быть, даже ждут здесь выхода какого-то из героев противника, чтобы его также поймать, открыть доступ к Т2. Может, даже не следовало сразу варды тратить. Едва ли они смогут Т2-вышку забрать. Все-таки, да, варды хороши, но не настолько, чтобы задержаться. Т2-вышку уничтожит. Трррр-блэйд подпушивает верхнюю линию. Там неподалеку располагается МК. Возможно, даже Санлайт покажется. К нему стягивается Фантомка, хотя вдвоем, по-моему, напасть на Трррр-блэйда. Но передумали. Там очень классная была перетяжка, только вот она с Каном только что была полностью обезврежена. Ну вот они бежали-бежали, хотели напасть на ТБ, просканировали, поняли, что там ТБ не один, далеко к нему перетяжка пошла. И решили отступить. Тир-2-вышка вверху, похоже, это цель для Империи. Майд Сталкер падает Смоук, нажимается ультимейт, получает, правда, сон. Закидывает Войт, и опять Фишман пытается делать ТП. Вот в этот раз ничего снова не помогает, и не могу вас бить. Где-то я это уже видел. Но мне кажется, что гарантировали снос Т2 себе этим выходом Империи. И остается, что у нас, Т2 снизу, Т2 на центре. Пингует Варды, сразу Фишман говорит, вот здесь Вард поставлен был, встречается Титан своим визави. Оу, вот он и Баттл Фьюри. Ну вот, все равно, все равно немного по-другому впечатления у меня складываются в отношении прошлой карты там. С преимуществом Мига в целом и действовала довольно агрессивно. А здесь, получается... У них не совсем, наверное, сейчас подходящие герои для этого. Во-первых, МК играет через Мидас. Во-вторых, Фантомка через Баттл Фьюри. И вот как-то балансировать между агрессией и фармом сложновато. Все-таки включаться сейчас в драку той же Фантомке или МК тяжело. Они не очень-то и стойкие. Хотя пак хотел бы, я думаю, с Титаном и Бэйном с удовольствием подняться. Довольно забавная история сегодня. Сыграл в последнюю игру калибровки и играл тоже против Манкинга, которую Мидас купил. А играл на СФ и купил грифсы. Вначале, конечно, я немного потерпел, но в конце концов мы выиграли игру. Пока Манкинг бегал, фармился с Мидасом. Как закончил? Закончил довольно успешно. Ну, какой счет? В смысле калибровки? Да. 5-5. Сколько было, столько и получил. Успешно. На два ПТСа больше. Мне действительно успешно. Учитывая, что можно было все проиграть, то ты успешный человек. А я играл только на СФ. Да мне нравится в тебе вот этот оптимизм твой. Можно видеть напою на пустой стакан, можно напою на полный. Можно его разбить еще, кстати. Ты знаешь, я всегда, когда смотрю игры, я никогда команды хоронить вообще не люблю. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что у нас в СНГ комьюнити привыкло, скажем так, нелестно отзываться о командах, особенно после первых неудач на карте в целом. Очень часто командам удается отыгрывать преимущества, очень часто удается отыгрываться в серии после первой проигранной карты. Свойство есть ошибаться еще у многих команд. То есть, например, ведя в счете или ведя там по карте в экономике, всегда можно ошибиться. Да, но почему-то у нас очень часто зрители воспринимают это в штыки. Я понимаю, что сейчас много людей, любителей подогреть интерес к матчу тем, чтобы немного, там, хат закинуть на противостояние и на результат, естественно, этого исхода. Именно поэтому возникает очень много негатива. Но я думаю, что есть те люди, которые в целом просто любят смотреть за красивой дотой. Им нравятся хорошие игры, им нравится, когда игроки показывают какие-то высококлассные мувы. И главное, что игроки, за которыми не следят, продолжают радовать их снова и снова. Тир-2 вышка в центре рухнула под твой рассказ. Не стали атаковать ни мига своих оппонентов. Внизу подпушили линию имперцы и намереваются даже эту вышку попушить. Маден расположился так, чтобы никто не подступился сюда. У Мадена есть ультимативная. Смог прожали, Маден должен вот это все замечать. Нажимает ультон, нажимает сайлиц. Здравствуйте, ребятки! До свидания, ребятки! Красота! Просто великолепная встреча. Ну, погоди, слушай, Сануайта вот должны добить. Окей, два фрага зарабатывают импайл. И этого более чем достаточно, скажу я тебе. Ну, тут еще знаешь, если бы Па умерла, там, потратив какие-то деньги и не купив Блэк Кинг Баррель, наоборот, купив пару кусков, но не имев денег на байбэк. Ну, ладно, смотрим. Если бы у бабушки были внуки, то она была бы бабушкой. Так, очень интересная теория, но здесь поймали, кажется, Пака Чозен Ван отправляется в таверну. Есть байбэк у него, есть его коллеги Манки Кинга Байбэк. И в итоге, смотри, Чозен Ван Байбэк тратит, МК тоже падают в бараке, ТБ под формой. И с армией иллюзий, что делать дальше? Блюр нажимает Зитрах, закидывает свой даггер в Саюша. А прыгать его, не знаю. Он прям под Баденом, под Сайлинцем, сел на дереве, не смог атаковать из-за этого. Теперь бьют Санлайт, и что ты будешь делать? Неужели? Наконечная, 75 секунд. Ну и да, отправляется в таверну Бэйн, Элдор Титан также был убит. Что этот Маден в игре вытворяет? Байбэк Кэкостом, пока этим попытка выиграть немного времени, но линия первая точно падет. Внешних товаров больше нет, есть возможность атаковать последующие линии, но смотри, импайр играет очень осторожно и попросту обступают. Ну круто, круто. Вот Маден реально проводит эту карту, как надо играть на нынешнем Найт Сталкере. Четко, аккуратно, предусмотрительно все делает. Вот сейчас расположение его возле деревьев, это абсолютно понятная вещь. И прыгает МК, сразу оказался под Сайлинцем. Слушай, ну это все здорово, но я думаю, что момент с тем, где в узкий проход залетают 4 персонажа и попадает под Сайлинцем от Найт Сталкера, который стоит на ХГ, можно вот... Ну это да, это можно к Немиге отнести больше, наверное. И вообще, можно закидывать это прямо в учебники, вот как делать не стоит. И вообще стоит, наверное, подумать, раз противник чувствует себя на карте свободно, а вышки все только что снес. А вот я бы, кстати, пересмотрел этот эпизод, мне интересно, почему они так нагло побежали туда. Может, они что-то увидели такое, что мы не заметили с тобой? Потому что внизу два героя, я видел, показывалось из Империи. Но действительно, ты говоришь, вот Найт Сталкера не было видно на карте, это факт. Действительно не было видно на карте Архангела. А вот ощущение такое, что раз герой появляется не так часто, ну хотя, я вот, не знаю, не могу с этим даже со своими словами согласиться, потому что какое-то время начинали показывать в своих драфтах активно этого героя те же Ninja in Pijama, с которой у нас в финале параллельно находятся уже и сегодня, одержали победу. Да и другие команды порой использовали его. Вот видна была его сила, но может быть из-за того, что все же не так активно пользовались и другие коллективы, просто подзабыли, может, про такую возможность, то есть спустили на тормоза, не думали, что настолько опасный может оказаться герой. Вот опять же какая-то недооценка. А сегодня заметил, да, два таких появления и два очень точечных. Вот игра была против Магнуса, превосходная сегодня одна, и сейчас вот точечно появляется на Исталкер, и как-то прям сегодня очень успешно. Мне нравится. Смотри, тоже хорошая идея, разбить алтарь, стоит Рошан. Можно будет, наверное, и с ним справиться, при этом за это время Бангалер Гривса и должен закончить. Ох, ну не шел артефактик. Ну вот смотри, что они видят. Внизу они видят двух героев. Ага, смотри, там Вард стоит. Они на Варде видят Кодоса в этот момент и пингуют, мол, пошли туда. А Мадена они на Варде там не видят. Очень странно. То есть они видели двух героев, подпушивающих линию, они видели героя на Варде, и из-за этого решили туда пойти и напасть. Вроде мы как бы трех героев видим. Нормально. А тут Нейт Сталкер с приветиком стоит. Да, но я оговорился, там все же три героя были под Сайленсом, а не четыре. Да, ну там главное, что после этого еще ультуха последовала Архангела. Очень безумный коэффициент. 9,9 на Немигу. Шансы тают на глазах, да. Да, говорит нам, что это ваш шанс. Это фантомка. Это фантомка, она все может. ДД сейчас найдет, и как в прошлой игре. Или когда там, прошлая игра у нас, да? Там скрита раз, скрита два, скрита три. Но в этом плане Дрим уже опередил, и дабл демот успел забрать. Да, нечестно. И пока в Соло валит Рошана. Был тут Астрал Спирит от Элдора Титана. Но, видимо, дали команду Немига отойти к себе на ХГ и сыграть осторожно. Уже понимали, что риск слишком высок, и проиграет. Нижняя линия. Нижняя линия. Там Аден полетел ловить оппонента. Не дают уйти с Дитраксу. Фантом Ассасин. Правляется в таверну на 52 секунды. Окей, пишет чат Дитракс. Окей. Ангел, немножечко бэймит. Чуть-чуть. Капельку. Не, ну такой неоднозначный момент. Вы вроде играете четвертую карту на волоске просто от проигрыша, и довольно рискованный мув находиться на нижней линии у Т2 вышки. Он понимал, что враг бьет Рошана. Он понимал, что ни верхняя, ни центральная линия сейчас не будет под давлением. То есть, в принципе, забрав Т2 вышку, он разменял один обжектив на другой, но не сумел вовремя отступить. То есть, тут действительно нужно отдать должное, что телепорты Империи были своевременными. На нижнюю линию его подловили. Но сказать, что могут с этого что-то вынести Империи, с этого убийства, я не могу. То есть, Фантомка, в принципе, своей команде принесла обжектив внизу. Да, если кратко, то Зитракс опростоволосился. Такое короткое заключение от не то чтобы экспертов. Так, ну и хотелось бы воспользоваться этим окном в 50 секунд, но герои еще не успели попросту собраться вместе. А если успели, то они пока поработали над тем, чтобы протолкнуть линии. Снизу там прогресс какой-никакой есть. Центр тоже у нас отталкивается, да. Солар, крест. И Алибарду, думаю, также приобрести магн. Его Финсгриппом здесь поймали. Нужна помощь. Прыжок на шамана. Сайлент, Крид, БКБ, фрак, который здесь под БКБ дает в оконкоманд. ТБ тоже, казалось бы, готов драться под формой, но это опасно. Слушай, есть также Соубин. Два героя связанные были, но продлится ли это долго, смогут ли забрать Чезануана. Подсельница находится, пока подлежит этот гальер. Есть Шелд Крэш, а Свишбакл забирает БКБ. В Таверну после байбэка. Да, три героя находятся под сном, но что же далее? Тут ТБ готов работать оражеским персонажем. Строк оф вейт есть, опять Свишбакл есть. Астрала также могут поймать, что недавно купил себе БКБ. И, скорее всего, удаводаться. Прайд, наверное, у него не будет байбэка. Да, два героя в таверне по минуте времени. Слушай. Я уже думал, здесь уже Дрим кого-нибудь также нашел. Там не очень ловкий эпизод получился. Дрима случайно, не то что случайно, видимо, план был у Бэйна нажать сон на него. И так вышло, что там МК в этот момент как раз атаковал. Может быть, этот сон оказался немного и лишним в том моменте. Плюс так хорошо разобрались с Шадоу Шаманом, который самонадеянно и так оптимистично бежал, пытаясь сбить Финс Грипп Бэйну. Но Фантомка вырезала его мгновение ока. Тем не менее, Империя из положения выходит уверенно. Забирают тир-требышку в центр и переключаются на Бараки. Ну, тут Аегиса у противника нет, у Блэкинг Бара, у какой-то команды недоступен. Нет возможности просто отзонить врага и засейвить как минимум центральную линию. Вопрос дальше. Станут ли идти Эмпайры? Судя по всему, немедленный ответ мы получаем. И да. Тир-раблэйд готов. Солар постоянно вешается, скидываются варды Шамана. Грифсы успели откидать импайры. Кстати, в вардах оказался. Насколько я понимаю, Бэйн нас что-то задумал. Получает Шеклз. На него сразу натравляется вся команда. И умирает Фишмен. Вон есть байбэк. Стратит его Бэйн. Прыжок от Санлайта. Вот БКБ. Получает Солбит. Ни с кем пока не связан. Нет в руу. С Зитраксом связан. Был ТБ пока с руки. Просто пинает Зитракса. Не хватает урончика. Был бодлэйстрайк. Но это ничего так же не дает. И умирает Зитракс. Байбэк отпар. Все еще пять игроков команды Немига способны дать отпор. А здесь Расплиттер. Санлайт под контролем. Посмотри, параллельно левее его держат. Кодос избивает Санлайта. Теряют. Трим разошелся. Тоже не на шубку. Астрал пытается уйти. Гоняет Кодос с The Chosen One. Тот прыгает на фонтан. Но это мега-крепы. Очень на это похоже. По крайней мере, фантомка включается. И все-таки с саппортами разобрались. Зитракс. Сандр по нему от Трима. Зитракс. Килл дел. Это конец. 3-1. Империя. Выходит в гранд-финал. Калификации. Да, молодцы парни. Очень крутую игру. Показали, я говорю, не конкретно об этой карте, а о целом всей серии. Да, третья карта там получилась немного досадно с драфтом, с ласт пиком, с абсолютно неуспешным Манки Кингом. Но вот сейчас все прошло просто гладко.